Программа «Авиашоу» действительно оказалась интересной и впечатляющей. Открыл ее пролет вертолетов с флагами России, Министерства обороны, ВКС и портретами Владимира Путина и Сергея Шойгу. Экипажи многофункциональных авиакомплексов разыграли воздушные дуэли, выполнили пуск авиационных ракет по наземным целям, отработали перехват, сброс тяжелых грузов на точность. Кроме того, зрителей ждало и выступление асов. Пилотажных групп «Беркуты», «Стрижи», «Соколы России», «Витязи», «Крылья», «Тавриды». Летчики показали мастерство владения фигурами высшего пилотажа. И ваш аплодисменты! Открыл ПТИ! Вот такой красивейший элемент выполнили летчики пилотажа группы «Беркуты». И мы слышим ваши громкие аплодисменты! Главком ВКС Виктор Бондарев, также приехавший на открытие авиамикса, увиденным остался доволен. По его словам, летчики в полной мере показали свое мастерство, которому нет равных во всем мире. Летчики показали прекрасные результаты. Техника не подвела. Вы видели, сегодня все работало прекрасно, слаженно. Никто не отошел, не получилось так, что не довыполнено задание. Все исполнили то, что им предписано. Попадания были прекрасные. Техника пилотирования наивысшая. Пилоты с радостью это дело выполняли. Ну и плюс ко всему, плюс ко всему, поддержка зрителей. Желающих воочию наблюдать за столь эффектным зрелищем не остановили ни жаркая погода, ни очереди для прохода на полигон. Впрочем, в этом году организаторы постарались минимизировать возможные издержки и сделать пребывание зрителей в Дубровичах максимально комфортным. В этот раз был организован подвоз очень хорошо. И мы организованно подвозили автобусами, и люди могли на своем транспорте сюда приехать. И были челноки, которые подвозили от мест стоянных по сюда, в общем-то. И было организовано и похладительные напитки, и вода, и все, что необходимо. Я думаю, что в этом году все гораздо удачнее, чем в прошлом году. Главком ВКС поблагодарил губернатора Олега Ковалева за помощь в организации соревнований, которые уже второй раз проводятся на Рязанской земле. Авиадарцы и другие конкурсы армейских игр позволяют показать мощь вооруженных сил страны, выделить лучших по профессии, способствуют повышению мастерства и популярности службы. Уже в этом году конкурс в летное училище увеличен в два раза. К нам пришли, в нас поступили, и поверьте, со временем они будут прекрасными людьми, прекрасными колодами, защищающими нашу любимую Родину. Познакомиться с техникой, находящейся на вооружении российской армии, можно было не только на небе, но и на земле. На площадке полигона была организована выставка военной техники. Также проводилась акция по набору солдат-контрактников. Люди проявляют желание, заходят, интересуются, спрашивают, в каких регионах можно служить, на каких должностях можно служить. Людям интересно, в настоящий момент людям интересно. Подведение итогов и награждение лучших летных команд состоится 9 августа на аэродроме Дягилева. Где пройдет Авиадарц в следующем году, организаторы пока могут лишь предполагать. Понятно одно, рязанцам крупно повезло стать свидетелями такого события аж два года подряд.